Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. И, к сожалению, начать придется с трагических сообщений. Да, увы, в Израиле очередной теракт, уже, по сути дела, третий за прошедшие две недели. На этот раз он произошел в западной Самарии, то есть к востоку от Тель-Авива, возле, в общем-то, на природе, возле известного источника, куда приезжает много туристов, и где, куда люди приходят отдыхать. Это была семья, отец с сыном и с дочкой, которые приехали к этому источнику, и, видимо, пока не очень понятно, что до конца, что произошло. То ли дочка, которая шла первая, подорвалась на заложенной арабой гранате, такой взрывчатом взрыве, то ли остановившаяся арабская машина бросила в них эту гранату, и они скрылись. Но в результате все три человека были ранены, и 17-летняя девочка, которая еще буквально на прошлой неделе отпраздновала свой день рождения, она, по сути дела, приняла на себя большую часть исполков, и ее спасти не смогли. Ее брат и ее отец в очень тяжелом состоянии находятся сейчас в израильской реанимации. Отец уже, видимо, пришел в себя, потому что я видел в известиях, в сообщениях, что ему сообщили о том, что произошло. И девочку похоронили уже сегодня. Ни отца, ни брата, конечно, в этих похоронах не было. Речь идет о раввине жителей поселения Долевни, расположенного неподалеку. Человек, который буквально в феврале получил награду за захват террористов. Дело в том, что он объезжал на машине поселок и заметил подозрительных каких-то людей, которые наблюдали за армейским наблюдательным пунктом. И тихонько подозвав, вызвав подкрепление, он, по сути дела, сам, будучи, хотя он и раввин, но он офицер израильских войск, боевых частей. И ему удалось вместе с подоспевшей группой быстрого реагирования скрутить этих двух людей. Оказалось, что действительно были террористы, которые готовили теракт. И это было в феврале. Он успел получить награду. И вот сейчас, в августе, произошел теракт, который ранил его, его сына, и убил его дочь. Начальник генштаба уже сообщил, что, конечно же, террористы, убийцы будут пойманы. Надо сказать, что действительно у нас сменился начальник генштаба достаточно недавно, и мы увидели совершенно другой подход. То есть человек, который не размазывает ситуацию, который четко говорит, что задача армии защищать израильтян, а если надо его защитить, то наказывать тех, кто это сделал, назидание другим. И он уже не рассуждает, как в свое время ГАНС, нынешний политик, о том, что для того, чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей противника, он будет подвергать опасности жизни своих солдат. Это то, что объяснял ГАНС, причем даже хвастался этим. Новый начальник Кахави ведет совершенно по-другому себя, и в этом смысле, конечно, слышать его приятно. За всей этой активностью террористической, которая подняла голову в последнее время, совершенно очевидно стоит Иран, который таким образом пытается, с одной стороны, отомстить Израилю за бомбежки его позиций, его ракетных складов, его трафиков оружия, которые распространились уже не только на Сирию, но и на Ирак. И более того, мы видим в прессе сообщение о том, что, по сути дела, Израиль уничтожает иранские боевые единицы, склады с оружием, уничтожает какие-то базы в Ираке и Сирии при согласии, разумеется, США, но и при согласии России. Это опять же к вопросу о том, насколько важно для Израиля поддерживать рабочие тесные контакты сегодня с Кремлем. Но многим в Израиле это не нравится, они говорят, как-то так, он пожимает руку Путину, Путин такой ужасный. Окей, у Израиля есть свои интересы, Израиль не вмешивается в российскую политику, в России есть разные мнения о Путине, что думают изгазитяне о Путине, тоже по-разному, но факт остается фактом. Благодаря тем отношениям, которые выстроил Натаньяо с Кремлем, у нас есть возможность сегодня не просто воеваться раном, но и, по сути дела, осуществлять это по договоренностям, что, конечно же, снижает намного в разы риск того, что израильские военные столкнутся каким-то образом с российскими военными, находящимися к северу от нас. Но Иран пытается мстить. В данном случае мы видим просто отомстить, как бы нанести Израилю военный удар. По военным целям он не может, не способен, руки коротки, то, что называется. И он закачивает деньги террористическим организациям, Хамасу, исламскому джихаду. То Хамас стреляет в какую-то ракету из газа, то террористы Хамаса устраивают что-то вот в Уди и Самарии. Это говорит, к слову, это говорит и о том, с кем мы имеем дело. То есть понятно, что, наверное, до тех американских слушателей наших, потенциальных, которые поддерживают демократическую партию и вот этих двух конгресс-вумен, которых недавно не пустили в Израиль, им, наверное, все равно, хоть полно говорит, тиши то, что называется. Но для остальных людей, когда нам говорят, что вот есть правда у израильтян, есть правда у арабов, вот правда у наших врагов. В данном случае Иран это не арабы, конечно, но вот правда наших врагов. Мы уничтожаем их ракетные базы, они засылают и подготавливают террористов, чтобы те убивали детей, буквально мирное население и пытаясь таким образом отомстить, поскольку другого ничего сделать не могут. Очень важно, кстати, что по поводу сегодняшнего теракта было заявление Грингота, который является американским посланником на Ближнем Востоке. Он сказал, он возложил, по сути дела, ответственность за этот теракт на террористов, но потребовал, чтобы Ромальское ПГ, чтобы Абумазен осудил публично этот теракт. И даже пригрозил тем, что если это не произойдет, то он обратится к странам-спонсорам автономии, тем странам европейским, которые по-прежнему причисляют деньги автономии, в отличие от Америки, которая, как мы знаем, этого уже не делает. И спросит их, готовы ли они к тому, что деньги, которые они передают как бы на гуманитарные проекты, по сути дела идут на поддержку космосферного террора против евреев. Мы хорошо понимаем, что еще два года назад, три года назад теперь уже, в администрации Обамы таких вопросов даже и не задавали. Наоборот, довели только на Израиль, обвиняя Израиль, говорили, ну, а что делать, что вы хотите, вы же оккупанты, вы же сами виноваты, что вы там живете. Вот. И мы здесь видим совершенно другой подход. И, конечно, это обнадеживает, потому что мы видим, что со стороны американской администрации действительно есть ясное понимание того, кто хороший и кто плохой в этом раскладе. И есть очевидное желание распутать этот клубок по справедливости, а не так, чтобы и вашим, и нашим, или так, как это, допустим, выгодно в соответствии с какой-то идеологией. Тем не менее, конечно, ситуация непростая. И я думаю, что у Ирана, помимо вот этого желания отомстить, попытаться дестабилизировать ситуацию по мере того, как его сжимают санкциями, и ситуация в Иране становится все труднее и труднее, он пытается как-то вывести из себя Израиль, чтобы, может быть, довести ситуацию до точки кипения, может быть, здесь будет взрыв, и тогда арабы отвлекутся на активостояние с Израилем, и с ним как-то ослабят схватку вокруг Ирана. Но и, конечно, здесь есть и чисто политический расчет. Теракты накануне выборов всегда ослабляют позицию правительства. Понятно, что справа от Ликуда раздается критика, почему правительство не справляется с этим террором. Слева тоже раздается лицемерная критика. Те самые люди, которые призывают к еще большим отступлениям, Ганс и Лапит, которые готовят, по сути дела, их программа, это программа размежевания, то есть повторение того, что было сделано в Газе, сделать в Иудее и Самарии. И вот эти люди еще сегодня смеют говорить правительству, что, так сказать, оно недостаточно борется с террором. Вы хотите сделать ситуацию намного хуже. Вы уже тогда, благодаря вашим идеям, в Газе сложилась та ситуация, которая сложилась, и то, что происходит в Иудее и Самарии, это тоже результат ослаб, тоже сделанного в свое время левыми. И теперь они еще критикуют правительство, которое пытается минимизировать ущерб, минимизировать потери и как-то сдерживать ситуацию. Но это та реальность, которую мы сейчас имеем. Очень может быть, что Ирану удастся еще больше распалить вот этот самый террор, потому что, как мы понимаем, очень сложно перехватить все такие вот группы, все ячейки, которые, по сути дела, нападают даже не на военные базы, не на военные объекты, нападают на обычных людей. И понятно, что даже с очень хорошим уровнем армейской разведки, военной разведки, разведки, служб безопасности очень сложно перехватить и подавить в зародыш каждую такую вот группировку, каждую такую замысел. А потом уже поймать их, после того, как они совершили свой теракт, конечно, это важно, это тоже нужно, но это уже не вернет в жизни тех евреев, которых убивают просто потому, что они евреи. Это девочка 17-летняя, которая только одну неделю успела бы быть 17-летней, ребенком, человеком. Она была убита просто потому, что она еврея. Больше ничего. Она не была ни военной, ничего плохого или того, что могли бы растенить арабы, как плохое она не успела даже в своей жизни сделать. И, конечно, нельзя не заметить то, что речь идет о тех самых религиозных евреев, которые сейчас подвергаются совершенно фантастической травле со стороны ряда левых партий, в том числе, к сожалению, партии НДИ, которая еще до недавнего времени считалась партией не левой, а правой. Буквально сегодня я видел очень интересный, очень характерный ролик. Молодой человек, ультра-ортодоксальный еврей, рассказывает на камеру о ситуации, которая сложилась. Он в городе в каком-то, я не понял, где это произошло, столкнулся с группой, которая начала кричать ему, чтобы он убирался отцу, чтобы он исчез из их страны, как бы они были светские, он был религиозный, что они ему кричали, что он не служит в армии. И он объясняет, что вот смотрите, вот мое военное выставление, я не просто служу в армии, я служу в боевых подразделениях. И, конечно, вот этот вот нарратив отрицательный, антирелигиозный, который сейчас достиг, особенно перед выборами какого-то безумного накала, он крайне огорчает. И на фоне того, что происходит сейчас, с одной стороны террористы арабские, с другой стороны, вот этот вот ужасный, почти антисемитский, антисемитский, черносотенный нарратив предвыборный со стороны левых партий, пытающихся таким образом склонить светский электорат к себе, это все не радует совершенно. Вообще, давайте, наверное, о выборах. Что там происходит в политике вашей, в израильской политике? Да, по поводу выборов на этой, на прошедшей неделе, действительно произошло два достаточно таких громких и значимых события. Во-первых, сначала у нас был совершенно необычный подписан договор об остаточных голосах. Я коротко объясню нашим слушателям, о чем идет речь. Израильские выборы, как вы знаете, люди голосуют в КНЕС, это в парламент, за партию. Каждый человек в любом месте голосует за одну из тех партий, которые участвуют в выборах. Ведь партии между собой, как правило, заключают так называемый договор об остаточных голосах. Что это значит? Это значит, что если после подсчета всех голосов, одна партия, скажем, в пересчете на мандаты получила пять целых мандатов и еще семь десятых, а другая партия, заключившая с ней договор, например, получила десять мандатов, десять целых три десятых. То эти три десятые она передает вот второй партии. То есть та партия, у которых как бы не целых мандатов больше, она получает вдобавок от второй партии. И понятно, что таким образом человек мог голосовать за одну партию, а по сути дела его голос поддержит партию другую. Поэтому, как правило, ну не как правило, а всегда, партии, которые заключают такие договоренности, это партии, в общем, из одного лагеря, с одной стороны баррикад. То есть, например, Ликуд заключил такое соглашение об остаточных голосах с партией Ямина. Это объединение права в партии с права от Ликуда. А партия, допустим, что-то, где партия труда, партия вода заключила соглашение с партией Мерец, которая сейчас, по-моему, даже по-другому называется, но не важно. И когда стали говорить о том, что партия НДИ, партия Либермана, собирается заключить соглашение с партией Белоголубых Кохол-Лаван с левой партией, то сначала это было воспринято просто как какой-то предвыборный трюк, может быть, противников партии НДИ, потому что как может быть такое? Как партия, четко позиционирующаяся справа, может заключить договор об остаточных голосах с левой партией, ведь это же нонсенс, это фактически человек пойдет голосовать за Либерман, а получится, что он проголосовал за Лапида и Ганса. И тем не менее, вдруг на этой неделе мы узнали, что такой договор действительно подписан, и нам постарались объяснить, что, в общем, агитаторы партии НДИ стали объяснять, что это чисто технически, мол, а с кем было еще подписывать такой договор? Ну, скажем прямо, можно не подписывать такой договор, если тебе не с кем подписывать. Так ты можешь не подписывать. И случалось в израильской политике, что партии, которым не нашлось пары в своем лагере, такие не подписывали такой договор, потому что, ну что ж поделать, ты же не можешь сказать своим избирателям, вы голосуете за меня, но, может быть, вы проголосуете за партию из противоположного лагеря. Но это то, что произошло, и это, конечно, для многих в Израиле зажгло то, что называется красную лампочку, потому что не бывает, что партия справа заключила такой договор с партией слева. И хотя лидеры НДИ объясняют, что речь идет о чисто техническом договоре, но мы понимаем, что в контексте всего того, что произошло до того, и, как мы видим, произошло после этого, это вовсе не только технический договор. Дело в том, что до этого, до подписания вот этого соглашения партии НДИ с партией Кахол-Аван Белоголубых обостаточных голосов, было заявление Либермана в интервью на радио израильском Галей Цааль, когда его спросили, кого он поддержит в качестве того, кто будет формировать коалицию, он сказал ГАНС, то есть Белоголубых. В контексте того, какой неприязненной, хамской и злой пропаганде против Ликуда ведет сейчас партия НДИ, то есть понятно, что каждая партия старается, как правило, поднять себя и убедить избирателей голосовать именно за нее. Мы понимаем, что бывает в политике пропаганда, белая, когда ты хвалишь себя и когда ты ругаешь своих конкурентов. Но такой агрессивной, лицемерной и лживой пропаганды против Ликуда, которую развернул сейчас НДИ, в общем, я не встречал за все 20 лет существования этой партии, потому что она всегда видела себя частью лагеря, в которой Ликуд партия главная, и, соответственно, вела свою пропаганду таким образом, чтобы поднять свои акции, чтобы привлечь к себе избирателей, но в то же время не сжечь мосты своей партии Ликуд. И сегодня мы наблюдаем совершенно иную ситуацию, мы видим, как эта партия, по сути дела, просто говорит такое, что после чего было бы странно, чтобы эта партия оказалась в коалиции вместе с Ликудом. И если раньше Либерман говорил, что, в общем, он просто не хочет, чтобы в коалиции, в которую он войдет, были ультра-ортодоксы, ультра-ортодоксы, эти религиозные, они берут слишком много денег из бюджета, и мы должны с этим бороться, то теперь становится понятно, что он, в общем, не хочет правую коалицию как таковую. То есть он ведет всю свою партию, весь свой электорат влево в коалицию Ганса и Лапита. И на этом фоне происходит еще одно очень значимое событие на этой неделе, когда один из лидеров арабского списка заявляет о том, что они, арабский список, тот самый список, который неоднократно его лидеры отрицали право еврейского в государственном протестовании, и тот самый список, лидеры которого часто буквально в открытую призывали, поддерживали террор против израильтяных, против евреев, они сообщают, что они готовы войти в коалицию левого лагеря, ну, конечно, за серьезные дивиденды, то есть за серьезные политические рычаги и за значительное финансовое влияние. До сих пор надо понимать, что арабские партии не входили в левые коалиции, поэтому их обычно считают отдельно, поскольку арабы, они как бы находятся в оппозиции к евреям как таковы. А здесь они проявили, скажем так, прагматичную конструктивность и сказали, конечно, мы войдем в левую коалицию, чтобы свалить правое правительство. И теперь вся эта ситуация с НДИ, с белоголубыми и с арабами, она выглядит гораздо более зловеще. То есть до сих пор у левого лагеря не было большинства. Теперь же получается так, что есть с одной стороны НДИ, которая приводит свои мандаты справа, с другой стороны арабы, которые готовы войти в это правительство. И таким образом у левых возникает реальная возможность после выборов сформировать свое собственное правительство. Причем, конечно, мы понимаем, что Авикдор Либерман вряд ли станет участником левоарабского правительства. Все-таки есть вещь, есть черта, которую вряд ли он может переступить, по крайней мере, сейчас. Но не будучи участником этого правительства, он тем не менее прокладывает к ней мостик. То есть выглядит сегодня сценарий следующим образом. Проходят выборы у правых, то есть у Ликуда, партии Ямина и двух партий религиозных нету 60 мандатов. У левых как бы тоже нет 60 мандатов, но к ним примыкает Либерман, и левый создает правительство узкое. С Либерманом без арабов арабы поддерживают его снаружи, так как это было в 92-м году, когда Рабин перед выборами тоже говорил, что он, конечно же, не будет опираться на голоса арабов, но когда пришло время, когда ему нужно было сформировать правительство и продвигать соглашение ОСА, то он, в общем, заплатив огромные суммы, перечислив в арабские структуры муниципальные, получил их поддержку снаружи. И вот сначала возникает как бы такое левоцентрическое правительство вместе с Либерманом, потом по мере продвижения планов размежевания в Иудее и Самарии Либерман, скорее всего, уходит, говоря, что он не может с этим жить, но и вместо него заходят уже арабы, но дело сделано, правительство будет поролировано. И таким образом, конечно, сценарий, который еще неделю назад казался абсолютно нереальным, сегодня выглядит вполне возможным, и это не может не вызывать тревогу, поскольку действительно Израиль сегодня оказывается в ситуации, когда вместо того, чтобы использовать время Трампа для того, чтобы закреплять свои позиции и в экономике, и в суверенизации Иудеи и Самарии, и в реформах судебной системы, мы откатываемся очень далеко назад, то есть имеем шансы, скажем, существует угроза, что мы откатимся очень далеко назад и будем вынуждены снова столкнуться с очередным планом отступления из Иудеи и Самарии, удушения поселений, разрушения экономики, и все это, по сути дела, на голосах тех людей, которые будут голосовать за партию НДИ, считая, что эта партия правая, и что они поддерживают таким образом правый нарратизм, правые идеи. Сергей? Мы в этом месте, наверное, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, если у вас будут вопросы к Александру, пожалуйста, звоните и задавайте. А пока реклама. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а сейчас, наверное, поговорим об итогах визита Натаньяху в Украину. Хорошо, давайте, давайте, действительно, потому что это тоже было важное событие, которое состоялось на этой неделе. Действительно, Натаньях отправился в эту страну, в Киев, и встретился с недавно избранным лидером страны, лидером Украины. Александр, я вас перебью, простите, давайте примем звонок, ответим на вопросы радиослушателя, уже потом вернемся к этой теме. Я хочу сказать по поводу Либермана, в общем-то, это, конечно, демагог, интригант и лицедей, который, так сказать, политиканством занимается. На самом деле, даже будучи за поступки министра обороны, он фактически только бил себя в грудь и себя крутого воображал, а потом быстренько съехал с этого. И вот сейчас он опять, так сказать, и самое удивительное, что русскоязычные там за него опять же горой, потому что он обещает, ничего не выполняет. Так же, как демократы здесь голосуют, алло, так же, как демократы здесь, я имею в виду, евреев, демократы, которые голосуют, несмотря на наших демократов, безголовые, так и там русские себя ведут, к сожалению. Давайте, спасибо, давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Ну вот, еще до мартовских, по-моему, или апрельских выборов, какое-то время, короче говоря, год назад, наверное, вы говорили, что вообще-то народ в Израиле поправил, что вероятнее всего идет все в правильном направлении и так далее. Что вдруг произошло? То есть средства массовой информации так легко оглупляют евреев, которые как бы по нарративу такие умные. Что это означает все? Ну да, я знаю вообще-то вот выражение одного великого, который сказал, что для того, чтобы понять, какая плохая система, демократическая система, надо пять минут поговорить с рядовым избирателем. Это вот тот самый случай? Спасибо. Ну, понимаете, в чем дело? Я не думаю, что произошли какие-то большие сдвиги у людей в их приоритетах политических с прошлых выборов. Другое дело, что с одной стороны действительно идет совершенно страшная волна против Натаньяла. И есть огромное количество людей, которые внутренне понимают, что нужно голосовать за правду. Но они настолько настроены против Натаньяла, как у вас, примерно, как в отношении Трампа, что они вообще теряются. Они говорят, мы лучше не пойдем голосовать, мы лучше там... Вот они пытаются поверить в том, что Ганс, он не левый. Ведь эта партия очень хитро себя ведет. Она постоянно утверждает, что она не левая. То есть она озвучивает левую программу. Это самая утка, которая выглядит как утка, ведет себя как утка, двигается как утка, крякает как утка, но утверждает, что она не утка. Кахол и Иван утверждают, что они совершенно не левые. При этом они предлагают новое размежевание, они предлагают социалистическую экономику, они предлагают оставить судебную систему такую, какая она есть, говоря, что нет ничего более правильного и лучшего, чем сегодняшний израильский верховный суд и так далее и тому подобное. Есть определенная часть людей, которая вот как бы сдвигается туда, потому что их просто зомбировали, что только не Натаниел. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, как партия Либермана, которая в общем всегда по всем раскладам считалась правой партией, многие до сих пор голосуют за нее, считая, что не голосуют за правую партию, на самом деле переместилась влево. Именно в этом весь ужас и вся трагедия. По большому счету именно голоса русскоязычных израильтян действительно на протяжении последних почти 30 лет с 92-го года, как право являются решающими на израильских выборах. И от того, куда качнутся эти голоса, буквально несколько мандатов иногда зависит действительно, какое правительство будет собрано. И вот сейчас, по сути дела, у Либермана есть его электорат, это люди, которые верны ему. Их примерно 4-5 мандатов. Еще несколько мандатов, судя по всему, он собрал вот этой вот ожесточенной, яростной антирелигиозной риторикой. И он сумел убедить какое-то количество светских людей, особенно русскоговорящих, которые на самом деле живут в своих, как бы в своем мире закрытом, отделенном часто от израильского мира и воспринимают ситуацию в Израиле не какой она есть на самом деле, а через призму, например, российского телевидения, того, что рассказывают в газетах так или иначе ассоциированных, аффилированных с партией НДИ и так далее. И вот эта публика сегодня как бы сдвинулась вся как партия влево, и это, безусловно, создает вот ту самую опасную ситуацию, о которой я сейчас говорю. спасибо. 847-400-5200-5200 телефон нашей студии. Ну, а сейчас, наверное, вернемся к... Давайте примем звонок и потом вернемся. Пожалуйста. Здравствуйте, еще раз. Вы знаете, я бы хотела узнать, если вы знаете, в общем-то, а кто же стоит финансово за Либерманом, за этим Левым партием, потому что то, что происходит с вашим Даниягу, то же самое происходит с нашим Трампом. Один к одному. Ситуация такая же, как у нас. Просто маленькая страна и большая страна, а тенденция абсолютно одинаковая, сценарий абсолютно одинаковый. Не тот же самый ли источник финансирует здесь против Великой, так сказать, Америки и там против прекрасного государства Израиль. Спасибо. Ну, вы знаете, можно предположить, что, конечно же, против Натаньяла и против Трампа играют те же самые левые силы, которые обладают определенными финансовыми ресурсами. И точно так же, как они пытаются вернуть себе власть в Америке, точно так же они пытаются вернуть себе власть в Израиле, они прекрасно понимают, что Натаньял их единственный, точно так же, как Трамп фактически, единственный лидер правый, который может противостоять левым в Америке. Натаньял является, по сути дела сегодня единственным лидером справа, который способен противостоять этому давлению. Если им удастся его сковырнуть теми или иными способами, и поэтому они тратят на это немалые, надо полагать, ресурсы. Мы это время от времени не видим, те или иные фонды как-то засвечиваются, но, в общем, рассуждателей об этом много, это входить в дозыбку почвы спекуляций и конспираций, которые бы я не хотел загружать нашим слушателям. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, я хотела спросить Александра. Дело в том, что мы, конечно, все переживаем за Израиль, мы все хотим, чтобы победило правое правительство. Что конкретно можно сделать? У нас у всех, например, я так уверена, слушающих, есть друзья в Израиле, которые, вот у меня в частности, они под агитацией против Натаньягу и собираются не голосовать за него, хотя раньше за него голосовали. И может ли какие-то конкретные шаги, например, Александр делает какое-то такое послание, где суммирует коротко, так сказать, за что стоит Натаньягу, за что стоят эти белоголубые. Потому что они, наши друзья нам говорят, что белоголубые и вовсе не левые, что они центристы. Но нужно как-то это довести до информации голосующих, и, может быть, мы как-то можем помочь. Это прямо, направленно отправить этим людям эту информацию. Ну, просто чем можно помочь и что делается вообще в Израиле для того, чтобы люди проголосовали за Ликут? Ну, на самом деле сейчас в Израиле происходит разгар предвыборной борьбы, и, в общем, партия Ликут достаточно активно старается разъяснить свою позицию и угрозой, которую создают белоголубые и партия НДИ. Делает это и на иврите, и на русском языке. И, в общем, вам, если вы попробуете зайти в сеть, в тот же Фейсбук, я думаю, что вы найдете достаточно большое количество материалов, разъясняющих в том числе на русском языке. В том числе, наверное, вы встретите и статьи, написанные мной, или переведенные мной, на тему того, почему действительно белоголубые на самом деле являются левой партией, причем достаточно жестко левой партией, почему правительство под руководством Натаньяу только и может называться правым правительством, даже если, скажем так, ультрадоксальные партии, поддерживающие правительство Натаньяу, не будут мешать правой повестке дня, то есть распространению суверенизации Израиля в Иудее и Самарии, то есть реформе юридической, судебной реформы и либерализации экономики. Левое правительство под руководством Ненатани Алааганца будет делать противоположные вещи. Они хотят сохранить юридическую систему Израиля такой, какая она есть, со всеми ее проблемами, Верховным судом, забравшим в себе огромное количество полномочий исполнительной власти и, по сути дела, перекосившим всю систему сдержек и противовесов израильской государственности. Они не хотят суверенизации иудеи и Самарии. Более того, они не хотят заморозить окончательно поселение, которое там находится, по сути дела, отвезти армию из иудеи и Самарии, по сути дела, фактически создав в иудеи и Самарии то, что было создано в Газии, то есть в Амастан. И, наконец, конечно, их экономическая программа, ее представляет Нисен Корин, бывший глава профсоюзов израильских. И это абсолютно большевистская, социалистическая, в самом худшем смысле этого слова, программа. Я думаю, что если вы спрашиваете, что вы можете делать, только попытаться убедить ваших друзей на личном уровне как-то адекватнее воспринять ситуацию и не сделать тех ошибок, за которые в свое время репатрианты, русскоязычные израильтяне, в 92-м году проголосовали за партию труда, за партию авода, тогда еще главную левую партию, потому что ее возглавлял бывший отставной генерал Рабин, который говорил, я мистер безопасности, и, конечно, никаких с арабами у меня там шашни не будет. Мы наведем порядок, мы сделаем все правильно, а Ликуд — это коррумпированная партия, и дальше по Тепсту. Сейчас повторяется то же самое, те же самые обвинения, абсолютно лицемерные и необоснованные, те же самые обещания, в которые невозможно поверить, потому что совершенно понятно, что партия, которая ходит как утка, которая крякает как утка, и которая похожа на утку, она и есть утка, то есть это партия, левая партия по всем параметрам, эта партия вместе с арабами может создать правительство, которое угробит, уничтожит все те достижения экономические и в сфере безопасности, и в сфере международных отношений, которые были построены сейчас за последние 10 лет правительством Натаниэлова. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Борис. Извините, может быть, я немножко экономический вопрос задам. Сейчас вот очень в мире возникает экологическая катастрофа. А я знаю, что, я много раз считал на интернете, что в Израиле работают, не то что изобрели, а работают практически заводы, фабрики по переработке мусора. Что-то очень экологические, очень экономические. Даже есть специальный, вроде бы, завод по переработке пластика, из которого делают топливо. Я не могу понять, если это все уже практически, и такая проблема в мире. Что делается, чтобы... Ведь рано или поздно этот вопрос надо будет решать. Это сегодня очень важно для всего мира. Что делается в Израиле, и какие тут, может быть, перспективы, возможности? Извините, может быть, я не по теме. Я скажу вам так. Ну, во-первых, действительно, в Израиле существуют технологии, продвинутые по части того, как утилизовать различные виды материалов, мусора и так далее. Я не думаю, что в этом смысле Израиль является сегодня передовой страной. То есть, я думаю, что есть страны, где эти... Система разделения мусора, сбора мусора и утилизации мусора более качественная, более продвинутая, чем в Израиле. Я бы хотел, чтобы Израиль двигался в этом направлении, потому что, конечно, территория у нас не такая большая, мусора много, и я пока не вижу Израиль в данный момент тем, кто мог бы учить этому мир. Скорее, ему нужно самому сначала навести порядок у себя дома. Но, безусловно, потенциал в Израиле есть. Израиль стал буквально за несколько лет центром сайберсекьюрити, то есть безопасности сетевой. Израиль стал центром создания, использования дронов, беспилотных летательных средств. Нет никаких причин, чтобы Израиль точно так же не стал передовой державой, передовой страной. И в этом направлении тоже. Я не могу сказать, что сегодня Израиль как-то активно развивает это направление, но здесь вот я опять же подчеркну, за последние 10 лет западный мир дважды оказывался, как бы опускался в кризисы экономические. Вы говорили об экологическом кризисе, были экономические кризисы. Натаньяу, как человек, который очень хорошо разбирается в экономике, он дважды Израиль из этих кризисов выводил. Теперь мы стоим сейчас на пороге, и, судя по всему, так, по крайней мере, говорят аналитики, западный мир снова стоит на пороге экономического кризиса. Если это будет не Натаньяу, то очень может быть, Израиль не сумеет так легко пережить эти кризисы, и с ним случится то, что произошло со странами Южной Европы, например. И тогда, увы, мы будем говорить не о том, что Израиль может стать центром по технологиям для переработки, экологической переработки мусора. А наоборот, это будет страна, которая начнет бороться буквально за свое выживание экономическое, так, как сейчас это происходит с Грецией, Испанией, Португалией и так далее. Мы видели, как это случилось, по-моему, в Аргентине, когда на предварительных выборах правое правительство Макрона проиграло, и возникла угроза того, что к власти придут снова левые в Аргентине, и биржа рухнула на 30%. На 30%. То есть люди, у которых, возможно, в один день, в один час буквально, исчезла треть их пенсионных накоплений. И это все тоже может случиться точно так же и в Израиле, потому что сегодня Израиль развивается. Сегодня передовая страна экономически рвет подметки. Все хотят инвестировать в Израиль. Если завтра вместо Нетаньяу окажется глава профсоюзов на экономическом секторе, так сказать, государственном, то, безусловно, начнется бегство от фондов, и начнется падение биржи, и Израиль столкнется еще ко всем проблемам своим, еще и с очень серьезной экономической проблемой. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У нас Америка, ладно, она как бы многонациональная, и в основном выход из многих стран объединяется вокруг демократической партии, и в последнее время. И китайцы, и так далее. И многие выходцы из этих стран, в частности, они тоже думают об исстании своих исходов, и так далее. А вот они как-то стараются способствовать развалу нашей страны. А к чему стремятся ваши левые? Ведь у вас же единый народ. Я не считаю арабов, я имею в виду именно евреев, левых. К чему они стремятся? Тоже развалить страну? Они что-то даже не понимают? Спасибо. Вопрос так, где-то минут на 40-50, как минимум, вместо оставшихся там семи, которые у нас есть. Я бы сказал так. Во-первых, я буквально сегодня слышал очень интересную статистику по Америке. Вы сказали, что разные группы национальные, этнические группы в Америке традиционно примыкают к демократам. Действительно так и было. Это началось, в общем-то, не так давно, потому что, мы же помним, традиционно демократическая партия была партией белых рабовладельцев. И последнее, наверное, что они хотели видеть в своих рядах, это были черные. Но действительно потом произошел этот перелом, изменения, и группы, и черные, и евреи, и испаноязычные, они стали как бы неотъемлемой частью современной партии демократической. Но в последнее время, по мере того, как демократическая партия стала терять свое прежнее лицо, превращаться просто в какую-то странную комбинацию радикальных коммунистов, фундаменталистов исламских, каких-то еще безумных, якобы борцов за экологию, на самом деле просто стремящихся разрушить экономику американскую, я слышал сегодня статистику о том, что все больше и больше черных и испаноязычных примыкают как раз к республиканцам. То же самое происходит и с католиками, которые как бы были тоже всегда большим демократам, потому что республиканцы, видимо, были больше связаны, наверное, с протестантами. С евреями пока проблема. Американские евреи, мы видим, что небольшая часть, по крайней мере официально сообщает, что она поддерживает республиканцев. Какая-то часть сегодня говорит, мы вообще не идем на выборы. Все, вот их так замучило. С одной стороны, как бы, они чувствуют уже внутренне, что невозможно голосовать за Тлаеб и Ильхан Омар. А с другой стороны, как бы, Трамп, им все время объясняют, Трамп это самое страшное зло, какое только может быть на свете. И они говорят, все, мы вообще не пойдем голосовать. Это, конечно, плохая ситуация, это лучше, чем было, но это плохая ситуация. И я думаю, что, конечно же, у вас в стране предстоит большая работа, чтобы изменить мейнстримное восприятие евреев американских, как-то все-таки подвинуть их к ближе конструктивному, прагматичному подходу Трампа. Что касается наших левых, то здесь сочетание нескольких факторов, лидеры левых партий, они хотят, они часть вот этого левого интернационала всемирного, у которого свои задачи, построение светлого будущего коммунистического, а для этого нужно, как вы помните, разрушить старый мир. Есть немало заблуждающихся людей, есть немало людей, получающих, видимо, какие-то те или иные преференции из-за границы для того, чтобы они продвигали свою деятельность, и все вместе вот действительно возникает вот такое вот странное стремление под лозунгами о том, чтобы улучшить ситуацию, на самом деле ее ухудшить. Точно так же, как и ваши безумные Акасио, Эль-Ханамар, Рашид Лайб. Ну, Рашид Лайб, Эль-Ханамар, они представляют радикальный ислам, и там все четко, собственно, они могут говорить все, что угодно, их задача разрушить Америку, построить халифат. Что касается Акасии, как бы, что там у нее в голове, трудно сказать, но все эти безумные идеи с экологией, которые должны обойтись в американской экономике в такие суммы астрономические, что они просто обрушат ее, это все, конечно, попытка на самом деле просто не столько спасти экологию Америки, сколько разрушить ее экономику, чтобы на ее руинах построить правильный красивый мир. Мы это уже все проходили в истории, мы знаем, как это было в 17-м году в России, и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы это не произошло снова ни в Америке. Не в Израиле. И еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вчера я говорила со своими родственниками в Израиле, обычно, когда выборы, мы говорим, обсуждаем, и она мне ответила, об этих людях всех я забыла, не хочу даже о них говорить, потому что они интересуются только своим карманом, о народе они не думают. Вот и все, что я могу вам сказать сегодня, что происходит в Израиле. Им народ совершенно не нужен, особенно этому Либерману. Ему нужно только... Я, пожалуй, с вами соглашусь, но тут, понимаете, какая штука? Многие, не многие, но достаточно количество, достаточно мало израильтян сегодня говорит то же самое о правительстве Натаньялу и о самом Натаньялу. И вот здесь это очень грустно и обидно слушать, потому что действительно этот человек за 10 лет превратил Израиль из страны третьего мира, да, сильной страны, да, страны, которая умела давать сдачи всем своим соседям и защищать свое место под солнцем, но страны третьего мира, крайне зависимой от того же самого решения, которое принималось в Белом доме, скажем. А Израиль стал страной, действительно региональной державой, страной, которая сегодня у нее своя собственная политика и свои собственные международные связи. И сегодня израильский лидер, его с одинаковым почетом встречают и в Белом доме, и в Москве. Более того, мы знаем, какая война идет между, ну, не только чистая война, но и психологическая война, и экономическая между Россией и Украиной. Единственный международный лидер, которого принимают одинаково хорошо и в Кремле, и в Москве, и в Киеве, это Натаньял, это лидер Израиля. Израиль показал, что он может не сдавать земли свои арабам и при этом пользоваться признанием и поддержкой всего мира, что он может развивать свою экономику. Израиль стал богаче в два с половиной раза по своему валовому продукту. Стоимость дороговизна жизни в Израиле уменьшилась за это время. То есть говорить о том, что нынешнее правительство не сделало ничего для людей, могут только враги Израиля. И, к сожалению, то, что происходит, пресса, ну, то же самое, как у вас, точно так же, как у вас, сколько бы Трамп не сделал, как бы он не свел бы к нулю безработицу, сколько бы мест работчик не открыл, сколько бы реформ не сделал, сколько бы регуляций не отменил обамовских, про него будут говорить, что он самый ужасный. И хуже всего, что действительно есть люди, которые это верят. То же самое происходит в Израиле. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа, Сергей и Александр. Сергей, я вам задал вопрос, вы не успели ответить насчет поездки вашего премьера, министра Нитанияку, на Украину, который был действительно очень успешным. Но я могу спросить вас один вопрос, потому что это действительно очень большой ответ должен быть у вас. Это звериный антисемитский свистопляс, который сделала русская пресса, русскоязычная пресса в России, буквально делая карикатуру на Нитанияху и на его жену. Типа, знаете, того типа, я говорю, никогда не забуду, 76-й год, операция Антеба, советская пресса, перепуганные израильские солдаты убили своего офицера в спину. Нитанияху, ничего не изменилось за эти 40 с чем-то лет. Это тот же антисемитизм и свистопляс. Вот, если вы можете сказать пару слов, просто интересно. Но вообще вопрос, его везите, когда-нибудь расскажите. Спасибо большое вам, с удовольствием послушаю. Сергей, что у нас? Как нам быть? У нас на самом деле минута времени осталась. Я не знаю, что... Стараюсь уложиться в минуту буквально. Действительно, когда Нитанияху совершил потрясающе успешный визит в Киев, он встретился с Зеленским. Там речь идет не только о личных отношениях. То есть Зеленский, молодой политический лидер, он воспринимает Нитанияху просто как вот к нему спустился Атлант с небес. Потому что он записывает буквально каждое слово, потому что ему нужно учиться. Он видит, что Нитанияху сумел сделать из Израиля. Он понимает, что на Украине есть потенциал, и он может этот потенциал развить, если он будет действовать так, как действовал Нитанияху. Нитанияху привез оттуда решение, договоренность о том, что Украина открывает еще не посольство, но представительство научно-техническое в Иерусалиме. Что открывается зона свободной торговли между Израилем и Украиной, которая охватывает и высокие технологии. Порядка 50 тысяч украинских программистов сегодня работают для израильского хай-тека. И с этими соглашениями это все упрощается и укрепляется. Наконец, пенсии для бывших граждан Украины, которые приехали в Израиль, сдвинулись с мертвой точки через парламент, через Раду украинскую. Зеленский пообещал провести эти законы. И вот после всего этого, после всех этих действительно реальных достижений, но это не российская пресса, вы поймите, эту съемку, в которой Сару Натаньялу, жену Натаньялу представили как человека, которая как бы оскорбила украинский народ, когда Натаньяла поднесли каравай с солью, Натаньяла щипнул кусочек, дал Саре, потом вспышка, и Сара как бы стряхивает с пальцев, стряхивает крошки. Нам это представили как то, что она бросила на землю хлеб, который ей передали. Это сделали израильские журналисты русскоязычные, это сделала не российская пресса. Возможно, что российская пресса попыталась раздуть это, потому что вот это опять же война России и Украины. они использовали это, но сделали это наши родные израильские журналисты, которые уже не знали просто как еще осквернеть и принизить значение действительно исторического визита израильского премьера в Киеве. Александр, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось. Спасибо большое, как всегда очень интересно. До встречи в следующий раз.